Друзья, доброе утро. И с удовольствием вам представляю. У нас в гостях Анатолий Кашпировский, психотерапевт, кандидат психологических наук. Доброе утро. Доктор психологических наук. Доктор? Простите. Простите, доктор психологических наук. Доброе утро, Анатолий Михайлович. Доброе утро. Анатолий Михайлович уже с утра немножко раскритиковал наши рабочие места. Не очень они комфортные. В принципе, эту точку зрения мы разделяем. Скажите, а утро это комфортное время суток для вас? И как начинается... Для меня комфортно. Утро... Сегодня началось в 2 часа утра. В 2 часа утра? Потому что переезды, ломка времени. Всегда ломка времени. Вот. Поэтому это самое комфортное. А есть какой-то рецепт комфортного утра с точки зрения, прежде всего, здорового образа жизни, здорового человека? Что такое здоровый образ жизни? Вот вы, молодой человек, сколько вы сегодня сделали подъемов на пресс? Подъемов на пресс? Ну, пару раз, когда пытался скрывать... Правда. Я сделал больше тысячи раз. И по ступенькам поднимался. Какой здоровый образ жизни? Постоянная физическая нагрузка должна быть. Она немного времени занимает. Вот. Но это не относится к здоровому образу жизни. Я вообще не люблю этой фразы. Здоровый образ жизни. Вот. Нормальный. Но это не главная тема. Не главная тема. Не главная тема. Что вы мне хотели спросить? Или дайте... Дайте я лучше скажу. Давайте. 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 Вот сейчас многие люди смотрят. Кстати, вы думаете, они смотрят? Они слушают в большинстве своем. Они слушают. Во-первых, на мои выступления надо приходить обязательно с зеркалом. Небольшое зеркало. И косынка. Почему? Почему? Расскажите нам. Почему? А потому что у нас то и дело делается такое. Люди смотрят на свое лицо. Морщины на лице, на шее. Потом набрасывается платочек. Через три минуты они снимают, а у них другое лицо, другая шея. Это на вечерних занятиях. То есть исчезновение морщин. Дальше. Изменение цвета глаз. Вчера делал и позавчера. Что? Открывается рот. Человек смотрит. А что там делается с миндалинами? Увеличены миндалины. Через несколько минут они куда-то деваются. То есть это абсолютно новые вещи. В плане программирования человека. Новые. И никому не понятные. И почему они так происходят. Второе, что там есть. У нас еще есть и снятие стихандроза. Ну много таких вещей, связанных именно с тканью. Но я хотел бы, чтобы они приносили зеркала. И еще у нас происходит следующее. Много людей страдает аллергией. Ну на всякий случай на земном шаре, по данным Всемирной организации здравоохранения, три миллиарда аллергиков. И ни разу никого не вылечили. Ни разу. Вот приходят по 40 лет, там 30 лет аллергия на разные запахи, на продукты, на еду и прочее. Снимается за 10-15 секунд. Но надо всегда приносить аллерген. Допустим, если аллергия на мед, надо чуть-чуть там пол чайной ложки меда принести в марли. А если аллергия на шерсть, там собачья, кошачья и прочее, то тоже в марли, один слой марли, чтобы при вдыхании, я делаю провокацию, чтобы не попали в арсинки в легкие. Ну вот все. Вчера был один кусочек яблока принес, тоже марли. А позавчера она, дама, принесла яйцо куриное. Я говорю, а что же вы не в марли пронесли? Ну пришлось разбить и так ей чуть-чуть дать попробовать. Они пробуют и я хочу посмотреть, дадут они реакцию или нет. Но быстро делаю так, что они падают. И в этот момент, в момент падения, их вырабатывается антитела. И все, они уходят без аллергии. Малыш недавно была, одна девочка такая миленькая, просто невероятно, 6 лет, аллергия на молоко. Ну тут несколько этапов. Осторожно, но тоже снимается аллергия. Так что обязательно приносить с тобой аллергены. А то, ой, я не знаю, а что мне приносить. И обязательно в марли. Ну, стоит отметить, что с Анатолием Михайловичем вы можете встретиться с 6 по 13 декабря в ДК Краза, а также с 15 по 29 декабря. Я хотела вас спросить. Раньше все мы прекрасно знаем, вас смотрели, любили именно по телевизору, вы программы ввели. А сейчас отошли от этого. То есть, больше любите контакт с людьми находить или почему? Нет, нет, нет. Знаете, роковая ошибка была. Когда меня спросили, сколько передач я хотел бы сделать, а уже за спиной, позади у меня было 5 передач на украинском телевидении. Я как-то так не особенно подумал, думаю, ну как-то нескромно будет. И сказал 6. 6 передач. Малахов сколько ведет? Сколько лет? Ну, значит, люди не стесняются быть на телевидении, а поле чудес и так дальше, и так дальше. Надо было сказать 30 передач. По крайней мере, я захватил бы 90-й год. А так 6 передач не успел сказать, а, уже сам себя и закопал. Это была большущая ошибка. Вообще, на современном телевидении много программ, где фигурируют люди, ну, они позиционируют себя как люди там с экстрасенсорными способностями или с какими-то там сверхспособностями. Почему мы не видим вас в этих программах? И как вы относитесь к людям, которые, в общем, в этих программах фигурируют там на популярных телеканалах? Знаете, моя работа, она вызвала две реакции. Первый, люди захотели, чтобы на них это отразилось в плане здоровья, а другие захотели лечить. И появилось целое племя так называемых экстрасенсов. Экстрасенсов на Земле нет, не было и не будет. И то, что сейчас есть битва экстрасенсов, это есть или нечаянное, или умышленное оглупление нации. Понимаете? Никаких экстрасенсов нет, никаких магов, никаких шаманов, колдунов. Это все этикетки, которые люди на себя навешали для того, чтобы привлечь внимание. А толку никакого. Вот, потому что должен быть результат. Например, исчезновение рубцов на сердце. Вот, не получается. Телемост-то я сделал, в 88-89 году. А где повторы? 28 лет нет. Ну, допустим, снятие аллергии. Каждый раз, кто не выходит, они избавляются от аллергии. Но почему хотя бы кто-нибудь хоть раз не повторил? Даже дочь бывшего президента США Обамы на аллергии на собачью шерсть. Некоторые начинают так меня стараться уколоть. А что вы, мол, не снимете, я часто бываю в Штатах, не снимете аллергии у дочери президента США Обамы. Я говорю, ну не приглашают. А если пригласил бы, то опять условия поставил бы. Сказал бы, аля, скажи, да, и тогда аллергии снимать будем. Вот и все. Антон Михайлович, хотелось бы последний вопрос у вас спросить. Точнее, наверное, чтобы вы дали совет для наших телезрителей. Многие люди с понедельника хотят начать новую жизнь. Какой-то есть универсальный способ? Это все укладывается в один совет. Надо заниматься совершенством себя в теле, в духе, в характере. А как кто будет заниматься, и кто какие у себя видят изъяны, это вечная проблема. Вечная проблема учить, давать советы, и вечная проблема их не исполнять. Это надо созреть для того, чтобы самого себя делать. Это тоже, может быть, как сказать, талант какой-то. Так что советов никаких нет. Есть то, что я делаю каждый раз, и стремление, чтобы люди немножко в этом сориентировались. Потому что сами отстала из наук. Это то, что касается самого сложного. Самый сложный человек. И человек в человеке не разобрался. Отсюда до сих пор масса нелечимых заболеваний. Например, диабет, астма. Ну, масса, масса, рубцы, горбы, некрасивость, например. Правда? Лысые, беззубые, больные, умирающие, онкология. Первая, самая распространенная смерть в мире, по данным Организации здравоохранения, это сердечно-сосудистое, сердце. На втором месте онкология, а на третьем, как вы думаете? Я не знаю. Болезни от врачей. Угу, ладно. Ошибки врачебные. Павел Михайлович, большое вам спасибо. Я думаю, что лучший совет, и мне кажется, абсолютно укладывается в какой-то вот просто человеческий разум, пусть каждый день каждый из нас становится хоть немножечко лучше, то есть самосовершенствуется. И в этом, наверное, и есть тот самый пресловутый смысл жизни, хотя я могу ошибаться. Дорогие друзья, с 6 по 13, так же с 15 до 29 декабря, ДК Крамза, Анатолий Михайлович Кашпировский, там вы с ним можете познакомиться, встретиться, возможно, поговорить. Психотерапевт, врач, доктор психологических наук. Поговорите стать лучше. Не надо, этикетки не надо, не надо мне вешать этикетки. Это ничего не дает, понимаете. Самое главное, когда человек делает, когда удается делать, насколько он проник, понимание. Вот ваше телевидение использовало бы, например, вот если бы сделали такое, что весь Красноярский край, кстати, я очень горжусь, что я в Красноярске, вот, это один из моих любимых городов, ну, центр России, тут Россия, понимаете. Ну, сделать бы что, например, коррекцию носа, ну, несколько сот тысяч человек выровнять им нос, чтобы они дышали носом после ударов, травм, кисты, полипы и прочее. Это можно сделать на телевидении за 10 минут. Лу, мы, конечно, рассмотрим это продолжение. Атолий Михайлович, большое спасибо, нам просто пора двигаться дальше. У нас впереди встреча с Антоном Богдановым, человек, который осуществляет прямые включения в нашу программу. Я пытался, как бы, расширить горизонт ваше представление.